Если так сложилась жизнь, если так получилось, если у нас такие дети, им нужно помогать в этом мире жить. Им надо помогать радоваться, им надо помогать учиться. И наша задача взрослых именно это сделать. Я вам очень признательна. Поклон вам до земли большой. Благодарю вас. Торжество по особенному поводу. В своей двери для всех открыла сенсорная комната на базе второй славянской школы. В этот день прозвучало много слов благодарности. Волонтеры и активисты проекта получили грамоты от Управления образования Хасанского района, от директора школы. Это был день подарков и ярких эмоций. Но началась эта история задолго до 15 апреля 2017 года. Уникальное и дорогостоящее оборудование для обучения и лечения детей с ограниченными возможностями здоровья по федеральной программе «Доступная среда» было выделено второй школе еще в 2015 году. Но денег в бюджете на этот проект запланировано не было, и оборудование повисло мертвым грузом. Осенью 2016 года Вячеслав Уваев совершенно случайно увидел его и решил действовать. Важно, что очень хорошее оборудование, ради которого люди в Москву ездят. Вот это мы увидели впервые в Москве такое. А оно, оказывается, у нас здесь лежит свободно, и никому пока не востребовано было. Ну, сделали. Справиться с поставленной задачей Вячеслава Геннадьевича с супругой помогли активисты общественной группы «Дети-славянки». В Хасанском районе на данный момент нет ничего профессиональной, специализированной помощи детям-инвалидам, в плане психологической, чтобы просто позаниматься, прийти отдохнуть. В нашей группе есть и волонтеры-активисты, у кого обычные дети, есть у кого дети с особенностями развития, есть у кого дети на инвалидности очень сложные, ребят, которые даже просто транспортировать в город очень сложно. И, конечно, открытие этой комнаты даст им возможность прийти, проводить здесь занятия. И, конечно, мы надеемся, что будет функционировать полноценно, что найдется психолог, лагерет, что выделятся ставки, и будет полноценная помощь оказываться детям. Энтузиазма на первых этапах всем хватало, да и директор школы Наталья Стародубова с радостью пошла навстречу активистам и выделила помещение для будущей сенсорной комнаты. А вот денег на ремонт не было. Тогда был создан проект «Сенсорная комната», который победил в конкурсе грантов от Фонда социальных инициатив «Энергоучастие». Нам полностью обратили материалы, теплый пол, жальзи. И всю работу в течение двух месяцев мы делали силами волонтеров. Было много людей. Приходили и казаки, приходили ребята, школьники. И приходили просто интересующиеся люди. Ободрали стены, подготовили оборудование. Ну, а когда пришли штукатуры профессиональные, видите, какие нам стены сделали красивые. Они нам сделали очень красивые стены. Такого ремонта в одной школе нет. Но все остальное сами сделали. Проводку сами сделали. Полы постелили сами, подключили теплый пол, оборудование повесили. Труд волонтеров позволил сэкономить организаторам до 150 тысяч рублей. Но впереди еще много работы. Нужно оборудовать прихожую, дополнить программное обеспечение на компьютерах, поместить дополнительное сенсорное оборудование. Но уже сейчас в этой комнате специалист может проводить профилактику и даже лечение нервной системы органов чувств. Более того, сенсорное оборудование является частью ресурсного класса, в котором имеются специальные столы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, автоматизированные инвалидные кресла, компьютерная техника, игровое и развивающее оборудование. И чтобы установить все приборы, нужен еще один класс. Настолько крупной была поставка по программе «Доступная среда». Мы не ждали откуда-то сверху, пока в бюджет, пока в государство выделятся деньги. Это все очень долго. Мы своими силами подошли и для своих детей, то, что нужно сейчас, сделали эту сенсорную комнату. И все бы хорошо. Сенсорная комната в Славянке теперь есть. А вот ставки для педагога до сих пор нет. В Управлении образования обещают рассмотреть возможность выделения дополнительной штатной единицы для полноценной работы кабинета. Есть и молодой специалист, который готов заниматься с особенными детьми. Но пока занятия в сенсорной комнате проводят волонтеры. В первую очередь благодарность Уваеву, Вячеславу и Ольге. То есть они огромную работу провели и стали руководителями проекта «Сенсорная комната». Взяв на себя ответственность большую за деньги, за отчетность, за счет. Также благодарность всем рабочим, всем родителям, которые оставили где-то выходной, свое время посвятили. Просто боюсь даже кого-то не перечислить. Всю инициативную группу «Дети славянки» хочу поблагодарить. Впереди еще много дел, но уже сегодня можно видеть, с каким восторгом здесь занимаются дети и как счастливы их родители. Я рада, что в нашей славянке появился такой кабинет, что дети будут наши заниматься. В бассейне ребенку очень нравится. Нравится на трубах тоже. И на шариках нравится. Везде нравится. Мы будем приходить с детьми сюда. Обязательно. Юлия Ульянова, Сергей Юрко. Новости славянки.